Виталий Шутов, глава семьи, встает пораньше. Перед уходом на работу нужно принести в дом воды и затопить печь, чтобы к моменту пробуждения детей было тепло. Дети – это трехлетняя Маша и двухмесячный Ваня. Сразу после родов мальчику поставили диагноз «двухсторонняя врожденная косолапость». Родители не стали откладывать лечение и сразу после выписки по совету знакомых обратились в клинику «Новая ортопедия» к опытному врачу Глебу Андрианову. Ваню Шутова будут лечить методом пансетти. Врач руками выводит в максимально возможное положение стопы и фиксирует их гипсом. За 5-6 дней натянутые мышцы и сухожилия расслабляются, и врач выводит стопы в правильное положение. Такая процедура повторяется 5-9 раз. Следующим этапом будет хирургическая операция – рассечение пяточного сухожилия с целью коррекции неправильного положения стопы. Сегодня двухмесячный малыш большую часть времени проводит в гипсе. Сестренка Маша принимает в лечении братика активное участие. Каждое новое гипсование – бинты меняют раз в неделю – девочка украшает цветами и сердечками. «Поначалу плакал тяжело. И после каждого гипсования у доктора спросили, болезненно ли это вообще. Сказал, нет. Единственное может быть неудобство, когда гипс накладывают мокрые гипсы, влага и подтягивание чуть-чуть мышц. А так все, привык уже». Период гипсования стоп уже подходит к концу. В феврале Ване сделают операцию и дальше начнется самый дорогостоящий и длительный период лечения. Малышу предстоит до трех лет носить специальные ортопедические ботиночки. Весь курс реабилитации вместе с обувью стоит 120 тысяч рублей. Сумма для семьи неподъемная. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд» соберут 91 тысячу рублей. Не хватает всего 29. Помочь Ване можно, отправив на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Перевести пожертвования можно и другим способом. Все они на сайте «Русфонда». Операторы МТС и Теледва просят своих абонентов подтвердить перевод. Сделайте это, иначе деньги до ребенка не дойдут. Курс лечения пройдет, что все это будет вполне нормальный ребенок. Что и спросил насчет спорта, он говорит, почему и нет. Может, ну, что спорт, все это, что все можно, что все будет бегать, ходить, как полегать. Все нормально, дети вовремя, да, что все нормально будет. Родители Вани надеются на поддержку неравнодушных людей. Врачи делают хорошие прогнозы. Если полный курс лечения пройти именно сейчас, в будущем о врожденной косолапости малыша будут напоминать лишь фотографии из роддома. Чтобы помочь собрать средства на лечение Ивану Шутову, необходимо отправить СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Я говорю, забудь вообще.